ЕС принял важное решение, которое было анонсировано еще в марте. Напомним, тогда Евросоюз утвердил трехэтапный план обеспечения Украины боеприпасами и в первую очередь артиллерийскими. На программу было выделено 3 миллиарда евро. На первом этапе страны немедленно начинали поставлять боеприпасы в Украину, снимая их с собственных складских запасов. Но уже тогда возникло понимание того, что почти три десятка лет благодушия привели к сокращению этих запасов ниже критической отметки. Дело в том, что даже снаряды имеют свой гарантийный срок использования, после чего они должны быть сняты с вооружения и утилизированы. Соответственно, на их место должны закупаться новые боеприпасы. Так это должно быть в теории, но на практике в большинстве стран ситуация выглядела иначе. С утилизацией старых боеприпасов все выглядело нормально. И резать финансирование именно этих мероприятий никто не решался. Ведь военные доходчиво объяснили парламентам и правительствам, что просроченные боеприпасы не просто нельзя использовать по назначению, но они становятся опасными даже для хранения. Таким образом, никто не может дать гарантии того, что при высокой температуре воздуха, например, какой-то снаряд не взорвется самопроизвольно. Именно такую ответственность никто не хотел на себя брать. И утилизация шла более-менее по плану. Между прочим, сейчас мы видим, что Московия не особенно расстраивалась по этому поводу и сейчас на фронте используются боеприпасы, которые уже превысили несколько сроков своего хранения. Это к тому, кто кому угрожал и кто готовился к войне. Навернемся к нашей картине. Утилизация шла планово, а вот пополнение новыми боеприпасами уже нигде не происходило в режиме один к одному. На финансирование закупки боеприпасов обрезалось без малейших сомнений. В итоге общее количество складских запасов стало уменьшаться. И когда дело коснулось передачи боеприпасов Украине, тогда-то и выяснилось, что ситуация близка к катастрофе. Тем не менее, первая часть программы была выполнена и Украина стала получать экстренную помощь боеприпасами. Но вторая фаза программы предполагала их закупку для пополнения собственных складов и для Украины у сторонних производителей. И тут Франция стала активно блокировать этот процесс, требуя, чтобы готовые боеприпасы не закупались даже у дружественных стран. Изначально речь шла о поставках снарядов из Южной Кореи, но французы заблокировали этот канал. И вот, наконец, удалось достичь соглашения о том, что в ЕС южнокорейские снаряды будут приходить в виде полуфабрикатов, а собираться на предприятиях в Норвегии. Париж на это согласился, и ожидается подписание финального варианта соглашения всеми участниками программы, включая и Францию, а потом документ будет опубликован в прессе. Так что вертушка запускается, пусть и таким странным образом. Возможно, Франция имела свои резоны, и эта схема действительно окажется более чистой в юридическом плане. Но главное то, что процесс сдвинут с мертвой точки, и запускается второй этап общей программы. Одновременно, ЕС выделяет 500 миллионов евро для инвестиций в оружейные предприятия, для того, чтобы те быстро докупили нужное оборудование и резко повысили объемы производства боеприпасов. То есть, все препятствия, которые были на пути этой программы, только что ликвидированы, и скоро снабжение европейских стран, в том числе Украины, выйдет на совершенно другой уровень. Кстати, это будет ответом на упреки США именно по поводу того, что Евросоюз уж слишком заигрался в пацифизм. Ну, а что это значит для ВСУ, не стоит даже комментировать.